Специальная военная операция полностью провалилась. Они добились от дорогих западных партнеров массированных поставок вооружения, финансирования и всего прочего. Если в первые дни и даже первые две недели специальной военной операции дорогие западные партнеры воздерживались от конкретных акций в поддержку Украины, видимо, опасаясь каких-то последствий и не веря в то, что Украина продержится долго, то сейчас мы имеем совершенно обратную картину. Весь так называемый цивилизованный мир ринулся просто наперебой, толкаясь локтями, лезет помогать Украине. Также Гиркин отметил, что в результате гениальной геополитики российского руководства НАТО не только не отступает на свои рубежи 1997 года, как помните, требовал Кремль еще перед Новым годом, а напротив расширяется. Нужен прорыв, нужен реальный шаг навстречу России, причем шаг именно НАТОвский, а не шаг России навстречу НАТО с точки зрения модификации ее позиции по ключевым вопросам. Ну вот Гиркин тоже в очередной раз обратил на это внимание, что результатом политики РФ по сдерживанию НАТО стало усиление и расширение НАТО. Не было разговора о том, что Финляндия и Швеция собираются в НАТО. Сейчас они не просто собираются, а вопрос о приеме их в НАТО это вопрос буквально считанных дней. К сожалению, на основании всех этих факторов я вынужден честно сказать, если это не могут сказать в Кремле и не скажут, наверное, ну ладно, скажу за них, специальная военная операция полностью провалилась. Операция развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. Границ России с врагами стало в два раза больше. Финляндия теперь официально 31-й член военного альянса НАТО. Ситуация для нас резко ухудшается. В начале прошлого года, перед вторжением в Украину, Россия в предельно хамской и грубой форме выдвигала ультиматум странам НАТО. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков тогда заявил, что НАТО надо собирать в манатки и возвращаться на рубежи 97-го года. А через месяц после этого Путин напал на Украину, пояснив свое решение тем, что расширение НАТО на восток и приближение НАТО к границам России неприемлемо, и этот процесс надо остановить. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса и начавшееся военное освоение территории Украины для нас неприемлемо. С тех пор прошло немногим более года, и уже можно подводить итоги такой гениальной многоходовочки. Спецоперация в Украине, по признанию самих же россиян, полностью провалилась. Россия понесла огромные потери, а ее авторитет на международной арене оказался полностью уничтожен. НАТО не только не отступило на рубежи 97-го года, как этого требовал слабоумный Рябков, а наоборот, только сплотилось и укрепилось. А теперь даже расширилось. На днях новым членом НАТО стала Финляндия, которая до этого почти 80 лет сохраняла нейтралитет. В результате граница России и НАТО увеличилась более чем на тысячи километров. От таких новостей российские пропагандисты в студии российских телеканалов впали в настоящий ступор. Они не могут понять, как же так вышло. Байден в восторге, говорит, что блок теперь сильнее, чем прежде. В финской столице вывешены флаги Североатлантического альянса. Так, подождите, что-то я не понял. Давайте разберемся. Если в результате борьбы с НАТО граница России с врагами увеличилась в два раза, если в результате борьбы с НАТО Байден доволен и Байден говорит, что НАТО только укрепилось, так это что тогда получается? Что Путин своими действиями радует и укрепляет врагов России? Ну, если по их логике Байден враг и Байден доволен действиями Путина, НАТО укрепляется, НАТО это тоже по их логике враг, и НАТО укрепляется в результате действий Путина, то что выходит? Путин это агент Байдена, который радует его своими действиями, своими действиями укрепляет НАТО? Ну, смотрите, по логике же получается так. Хотя, о чем я говорю? Где логика и где вообще российские патриоты? Для России произошедшее означает, что к нашей сухопутной границе с НАТО добавилось 1340 километров российско-финской границы. Ну че, неплохо так сдержали расширение НАТО? В Кремле действия Североатлантического альянса назвали посягательством на безопасность национальные интересы России и предупредили. Москва будет внимательно наблюдать за... А, ну раз предупредили, теперь точно все назад отыграют. Сейчас все испугаются, Финляндию исключат и сразу на рубеже 97-го года отступят. Договор 97-го года гласит, что Россия и НАТО не рассматривают друг друга как противников. А сейчас Москва стратегический враг Запада полагает глава МИД-Эстонии Рейн Салу. Ой, а что же случилось? Как же так вышло, что Россию внезапно стали считать врагом? Ведь никаких причин для этого не было. Ничего вообще не произошло. А эти НАТОвцы взяли и вдруг обиделись. Непонятно. В Финляндии, всего в 150 километрах от Петербурга, может появиться ядерное оружие НАТО. Вот такой вот он, миролюбивый альянс. О, какой коварный этот альянс. Россия всего-то напала на Украину, всего-то захватила несколько областей, стерла с лица земли несколько городов Донбасса, передала психически нездоровому Лукашенко ядерные ракеты, а этот альянс чего-то распереживался. Вступление страны Сууми в НАТО – это финский нож, приставленный к горлу северной столицы России – Санкт-Петербургу. И ситуация для нас резко ухудшается в стратегическом плане. Да не расстраивайся. Это просто такая многоходовочка. Путин по-любому знает, что делает. Здесь не нужны какие-то бодрые оптимистические заявления по этому поводу. Риски и угрозы в военном отношении для России на северо-западе нашей страны кратно возрастают. Погоди, как это не нужны оптимистические заявления? Ты что, хочешь сказать, что своими действиями Путин сделал России только хуже, и благодаря ему угрозы для России кратно возросли? К сожалению, финское руководство при принятии решений исходило не из интересов жителей своей страны, а из своих узких интересов. Да, конечно, это совершенно не в интересах финского народа заботиться о своей безопасности после того, как сначала вы несколько месяцев врали, что не собираетесь нападать на Украину, а потом взяли и тупо напали. Действительно, чего что Финляндия после этого захотела вступить в НАТО, совершенно непонятно. А вообще, знаете, происходит просто феерия. Вот просто вдумайтесь, вы же сами все видите. То есть эти пропагандисты прямым текстом признают, что действия Путина приносят ровно обратный результат. В результате его борьбы с НАТО, НАТО усиливается. Байден доволен, Америка довольна. Это же их слова, они все это говорят на всю Россию, на государственном канале, в прямом эфире, но при этом они продолжают поддерживать Путина и войну, которую он развязал. Хотя сами они все понимают, мы же видим, по их риторике, они понимают, что эта война ослабляет Россию, только подрывает ее авторитет, только ослабляет ее позиции буквально везде. Вообще президент России никому ничего не должен. Редактор субтитров А.Семкин